Я считаю, что все это зашло очень-очень далеко, это давно уже не смешно. Беспредельное поведение лидера Чечни Рамзана Кадырова достало даже российских патриотов. После откровенно издевательских награждений 16-летнего сына Кадырова различными наградами, которых он не заслужил, Z-блогеры стали открыто говорить о том, что Кадыров просто глумится над Россией, создает на Кавказе культ своей личности, а то и вообще в будущем готовится оторвать весь Северный Кавказ от России. К примеру, известный российский писатель и блогер имперец Максим Калашников заявил, что Кадыров своими действиями вообще подрывает основы российской государственности. Как-то события начинают приобретать такой фарсовый оборот и очень опасный, я считаю. Вот это вот ралли с награждением Кадырова-младшего, Адама Кадырова, всеми его мыслями региональными орденами. Я увидел реинкарнацию Леонида Ильича Брежнева, на которую вешали, но Леонида Ильича Брежнева был все-таки заслуженным человеком. А здесь происходит нечто такое, что, я считаю, просто подрывает основы государственной власти, формальные основы государственной власти Российской Федерации. Интересно, заставят ли его за это извиняться? Вот закон нарочито нарушается. Вот это про закон особенно сейчас смешно было. Люди, которые творят полнейший беспредел в отношении своих соседей и политических оппонентов, люди, которые выпускают из тюрем уголовников, насильников и убийц, и делают из них героев, внезапно обнаружили, что в России нарушается закон. Не совершали, а летний мальчик. Избивает, ну, какого там, как бы нам было не симпатичного человека, который сидит в СИЗО. Это проходит совершенно, так сказать, безнаказанно. Потом его начинают награждать высшими орденами региональными. Да, кстати, это он сейчас описывает тот самый русский мир, который они теперь пытаются навязать своим соседям, и в первую очередь, конечно же, нам в Украине. Но что-то похоже на то, что им самим этот русский мир не очень-то нравится. И это напоминает просто-напросто фарс. Но это уже не смешно, на самом деле. То есть закон доказательно нарушается. Сначала они поддерживали беспредел своих властей в отношении Украины, а затем внезапно обнаружили, что беспредел в их стране стал нормой. Ну так привет по-другому обычно и не бывает. А дальше началось самое интересное. Максим Калашников с тревогой отметил, что регионы, которые выдали награды сыну Рамзана Кадырова, это в основном Исламские республики Северного Кавказа. И таким образом Кадыров как бы воссоздает проект лидеров Ичкерии 90-х годов, который назывался «Имарат Кавказ», и который предполагал отделение всего Северного Кавказа от России. Награждение сына Адама Кадырова, оно как-то совпадает с границами, монстра конца 80-х, начала 90-х. Тогда планировался такой Кавказский «Имарат», или «Имират», отделение от Российской Федерации, вот эти все горские республики. Я считаю, что все это зашло очень-очень далеко, это давно уже не смешно. Да что вы, а что это? Когда нападали на Украину и лепили из Кадырова национального героя, было вполне весело и смешно. Когда позволяли Кадырову сколотить свою собственную национальную армию, которую он называл батальон «Ахмат», тоже вроде всем было радостно и смешно. А теперь внезапно почему-то стало не смешно. И у меня такое впечатление, что вот это такое оформление мусульманской, прежде всего горской, исламской такой части, оформление под водительством, пока духовным, Рамзана Кадырова. Кажется, они что-то стали подозревать, да? Ну, знаете, обычно так и бывает. Когда ты поддерживаешь беспредел, то в какой-то момент просто обнаруживаешь, что он оборачивается и против тебя самого в том числе. На то он, в общем-то, и беспредел. Я был, например, вот этим летом на Северном Кавказе, я туда часто езжу, и я вижу, что исламский фактор растет. И влияние ислама, причем такого, ну, как бы сказать, воинствующего, такого активного, да, оно тоже растет. Ну, ничего. Главное, что не х**, да? А другой российский зэдблогер Егор Гузенко, который ведет телеграм-канал 13-й, еще более категорично заявил, что Россию в скором времени ждет Третья Чеченская война, так как кадыровцы совсем обнаглели и не хотят жить дружно с русскими. У нас все движется большими шагами к Третьей Чеченской. Если кто не в курсе, то, ну, я, видимо, открываю Америку. Потому что жить мирно и дружно, видимо, никто не хочет. Угрозы гражданам России, там, расправой всяческой. Парадокс в том, что тот русский мир, который эти люди ценой таких усилий и потерь пытаются навязать Украине, категорически не нравится им же самим. То есть, ну, вот, натурально они сегодня кладут тысячами людей. Они затратили колоссальные ресурсы, понесли гигантские убытки, чтобы навязать нам, по сути, вот всю ту дикость, от которой тошнит их самих. И они открыто об этом говорят, уже без всякого стеснения. Ну, и вообще понятно, что нормального человека будет тошнить от того, что происходит у них в России. Тем не менее, вот, они реально отправляют на убой своих граждан, в том числе, там, русских по национальности, ради того, чтобы в итоге, да, в Украине тоже в какой-то условный, там, да, захваченный Харьков или Одессу смог прийти Кадыров, и его сыну там выдали медаль. Ну, серьезно, ради этого сегодня можно посмотреть видео с фронта, да, какие колоссальные потери несет российская армия, сколько там подбитой бронетехники, сколько там их солдат погибших осталось в полях. И все это, по сути, ради вот этого беспредела, ради, ну, этой клаки откровенной, которая не нравится им же самим. И они потом еще удивляются, говорят, ой, украинцы так отчаянно сопротивляются, мы не ожидали такого сопротивления. Так зачем вы требуете, чтобы украинцы уважали государство, которое вы сами не уважаете? Что вы хотите от украинцев? Конечно, украинцы будут сопротивляться, потому что украинцы не хотят жить в том болоте, в котором живете вы. Украинцы не хотят жить в той клаке, в которой живут россияне. А россияне, вместо того, чтобы у себя навести порядок, да, и ликвидировать вот тот феодализм, эту всю дикость, которую они описывают, весь этот фарс, да, о котором они говорят, они хотят это просто распространить еще и на соседей. То есть они воюют, чтобы у нас, вот, действовали точно такие же порядки, были точно такие же феодалы, и творилась такая же дикость. И понятно, почему украинцы будут сопротивляться до последнего, потому что, ну, ни один нормальный человек не желает, чтобы к нему домой пришло вот это, да, то, что нам описывают сами россияне. Это же не украинская пропаганда, мы не пытаемся очернить Россию. Сильнее очернить, чем они сами это делают, мы никак не сможем. Они сами описывают то, что у них происходит, и ни один нормальный человек, конечно, не готов с этим смириться, и нормальные люди всегда будут биться, чтобы сохранить свою жизнь. Украине она не идеальна. Я не хочу идеализировать то, что здесь, но такой дикости, о которой говорят они, у нас нет точно, и у нас такой дикости быть, конечно же, не должно. Подписывайтесь на канал, друзья.